Помните историю Нади Сулейман? Она до недавнего времени удерживала рекорд книги Гиннеса по самому большому количеству детей, рожденных одновременно и выживших после родов, что немаловажно. Надя прославилась рождением 8 близняшек. Но теперь мама из Мали считается самой плодовитой в мае 2021 года она родила девятерню. Врачи в Мали знали, что беременность многоплодная, но до последнего момента думали, что Халима вынашивает семерых. Тем не менее, они не рискнули принимать роды у себя и с поддержки действующего на тот момент президента направили будущую маму в Марокко, в Касабланку. Там уже и выяснилось, что Халима ждет девятерых четыре девочки и пять мальчиков. После родов Халима с детьми провела в Касабланке 19 месяцев под присмотром врачей. И лишь совсем недавно вернулась в Мали. Сама Халима не смогла бы родить, дети появились на свет в результате кесарево сечения. Вес малышей был маленьким, он варьировался от 500 грамм до 1 килограмма. Халима едва не умерла во время операции из-за обильной кровопотери. Из-за того, что дети родились крошечными, были опасения, что у них могут развиться осложнения со здоровьем, поэтому от широкой общественности новость о рождении девятерняшек скрывали. Только в мае этого года их отец, Абделькадир Арби, объявил на весь мир радостную новость, что все малыши живы и хорошо себя чувствуют. Он сказал, что уже может отличить их, что у всех разный характер. Кто-то тихий и спокойный, а кто-то громкий и суетливый. Абделькадир добавил, что младенцы стали сенсацией в Мали, где местные жители очень хотят увидеть младенцев своими глазами. Но отпустить маму с детьми сразу домой врачи не могли. Семье выделили отдельное крыло в больнице, где за ними осуществлялся круглосуточный присмотр и уход. Дети находились в инкубационных боксах. Дети Халимы в индивидуальных боксах в палате интенсивной терапии. Сегодня Халима может ухаживать за ними самостоятельно. Она рассказывает, что ей приходится выносить по 100 подгузников в день. В день родов мне казалось, будто из меня выходил бесконечный поток детей, вспоминает она. Моя сестра держала меня за руку во время операции и успокаивала, а я с каждым новым ребенком в ужасе думала лишь о том, как я буду за ними ухаживать и кто мне поможет. К счастью, Халиме помогала большая команда медперсонала из 32 человек. Через месяц после родов у нее кончилось грудное молоко, и ей пришлось переехать в отдельную палату в больнице, поскольку она была слишком слаба, чтобы присматривать за детьми. Ей давали посещать их палату один раз в день, на 30 минут, чтобы наладить связь с малышами. Один из девятерых детей, с одной из закрепленных за семьей Халимы медсестер. Их 35-летний отец, который работает моряком на торговом судне, смог впервые увидеть своих девятерых детей через два месяца после их рождения. В отличие от предыдущей рекордсменки по количеству единовременно рожденных детей, беременность Халимы была абсолютно естественной, без экстракорпорального оплодотворения, как у Нади. Сказать, что Халима в Мали считается чудом, это ничего не сказать. Ее узнают на улицах, к ее дому все время идут люди. Случай Халимы занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Детям дали имена Мухаммад, Бах, Эль-Хадж, Умар, мальчики, и Адама, Хава, Фатума, Уму, Кадидия, девочки. Старшую дочь Халимы зовут Сауда. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.